Этих продажных агентов иностранных, их надо, если мое мнение, сажать пожизненно за предательство, за измену Родины. Или выгонять, чтобы они получают свои гонорары. Назвать коммуна. Маргарита, а чего мы их здесь не добьем? А как ты их трюк? Расстрелять? Что ты предлагаешь? Я вышел из машины, и тут нам, наверное, набросились какие-то довольно агрессивные молодые люди, из некоторой церкви машины. Вообще, эти люди должны быть судимы по те государственные измены. Абсолютно. Конечно, российская журналистика не умерла и не сдалась. Мы по-прежнему с вами и, как и раньше, делаем для вас важные и сложные расследования. Российские власти, в свою очередь, делают все возможное, чтобы нам помешать. Это и раньше напоминало игру в кошки-мышки, но в последний год все больше похоже на шпионский фильм. Чтобы продолжать делать нашу работу и не оказаться за решеткой, мы учимся скрытой съемке, конспиративным встречам с источниками и глубокому легендированию. Двухсерийное расследование, которое мы вам сегодня покажем, это результат многомесячной, кропотливой и нередко опасной работы на тему, за которую в России теперь сажают в тюрьму. Личная жизнь и богатство Владимира Путина – самые главные тайны, которые он прятал долгие годы. И, конечно, сегодня будет много Алины Кабаевой. Итак, встречайте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После начала войны – эта фраза, как новое летоисчисление. С началом агрессии России против Украины, что-то закончилось, а что-то началось. Вот и эта история началась вскоре после 24 февраля 2022 года и в значительной степени из-за того, что случилось в тот день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они совсем берега потеряли. Надо их остановить. Звонивший в редакцию представился. Он долгие годы работал в одной из компаний, управлявших тайным кошельком Владимира Путина. Рассказанные им факты, представленные документы и сам статус этого человека говорили о том, что он досконально знает работу тайной финансовой империи Путина. Впереди были месяцы проверки полученной информации и тайных миссий в России, чтобы своими глазами убедиться в том, что мы услышали. А что, тут правда Алина Кабаева живет? Но обо всем по порядку. В центре рассказа нашего источника стоит неприметная офшорная компания, зарегистрированная на Кипре. Она называется AirMira Consultants. Про нее и раньше было понятно, что она принадлежит кому-то из путинского круга. Журналисты всегда думали на партнера президента подзюдо Аркадия Ротенберга. Но эта версия вызывает у нашего источника только улыбку. Настоящий владелец AirMira – это президент Путин. Мы пользовались термином «оплатить» AirMira, что значило использовать деньги Путина для оплаты той или иной сделки в его интересах. А Копылов – это никто, просто бомж. И по сути, и на вид. Владислав Копылов – это формальный владелец AirMira. Он не особо удачливый адвокат, начавший карьеру еще в советском Ленинграде. Мы не будем долго останавливаться на его персоне. Он просто подставная фигура, зиц-председатель. Важно лишь то, с кем он связан. Копылов в разных предприятиях соседствует вот с этими замечательными людьми. Тут весь цвет путинских друзей. На Ковальчука и Ротенберга Копылов работает номиналом. От Фурсинка в награду за услуги получил квартиру. С Ралдугиным вместе играет, но не в оркестре, а в некоммерческой организации по поддержке детского спорта, что бы это ни значило. А вот этого человека, Олега Руднова, теперь уже покойного, я вам советую запомнить. Он еще появится в нашем рассказе в самом интересном его месте. Одним словом, Копылов, чей надо номинал. Но это было лишь началом пути. Нам предстояло доказать, что Эрмира именно путинская компания. Для этого надо было собрать и проверить информацию о сделках этой фирмы и о том, кто в них участвовал. Зато, когда мы реконструировали эти факты, перед нами предстала поистине захватывающая картина воровства и беспринципности. В первую очередь мы сконцентрировались на установлении того, откуда путинская компания получает деньги. Кто и как скидывается в президентский кошелек. Вы не представляете, какие огромные это деньги. Часть этих денег всегда предназначалась Путину. Источник рассказывает, что один из каналов поступления денег Путину – это заработки на водке, которая во все времена в России была царским продуктом. Только раньше акциз с нее платили в царскую казну, а теперь в царский офшор. Речь вот о чем. В России уже 20 лет существует такая марка водки – Путинка. Путинке существует множество видов на все случаи жизни, чтобы простой россиянин не расставался с президентом практически никогда. Имя у водки – в честь президента, пусть в этом у вас не будет никаких сомнений. Хотя вот этот человек говорил однажды, что Путин, дескать, против использования своего имени в бизнесе. Но Путинки это странным образом совсем не коснулось. Водка недорогая и очень популярная даже сейчас, спустя многие годы после своего первого появления. Чтобы не быть голословными, мы отправили нашего агента в России за покупками в среднестатистический виноводочный отдел. А вот водка Путинка. Посмотрите, сколько здесь бутылок. Цена умеренная. Она расположена прямо на уровне глаз покупателя, чтобы ее заметили первой. Любой мужчина, идущий с работы домой, может взять бутылку Путинки, даже не наклоняясь в нижние ряды. Тянуться за ней не надо. Вообще, Путинка появилась в 2002 году, а пик ее популярности пришелся на середину нулевых. В те же годы в России и без того пьющей стране фиксируется пик смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. Однажды, в 2015 году, случилась и вовсе странная история. Государство, которое вроде бы должно оберегать своих граждан от зеленого змия, впервые в истории не повысило, а понизило так называемую минимальную розничную цену водки. Чтобы было понятно, это такой инструмент, которым власти должны бы ограничивать спаивание населения дешевым алкоголем. Но в этот раз власти не ограничили, а как будто наоборот, поощрили покупку дешевой водки. Раньше она не продавалась дешевле 200 с лишним рублей за бутылку. А теперь стала стоить 185. Казалось бы, разница невелика, но производители дешевых водок от этого получили очень большую прибыль. И что бы вы думали, производители и продавцы Путинки были среди тех, кто обогатился благодаря тому решению. Всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Но хватит ходить вокруг да около. Сейчас мы вам покажем, как президент Путин и его друзья получают доход буквально с каждой проданной бутылки Путинки. Вот эта компания, Реал Инвест, она буквально стопроцентная дочка Ирмиры в России. То есть компания, записанная на путинского номинала, в которой на самом деле складируются личные деньги президента. Она и владеет товарным знаком Путинки. То есть всякий, кто хочет производить или торговать именно водкой президента, платит Реал Инвесту. Причем, как говорит источник, платит не только официально, но натурально с сумками с наличными. Далее, вот эта компания Кристалл. Вы, наверное, знаете это название. Это может быть самый известный водочный завод в стране. И Байкал Инвест. Они непосредственно разливали и разливают Путинку. Чьи они? Они записаны на людей Ротенберга. То есть и здесь маржу получает путинский друг, который потом часть полученного складирует в Эрмиру. Наконец, вот тут у нас компания ВЕДК. Это главный продавец Путинки. И здесь тоже без сюрпризов. Компания записана на Василия Анисимова, главу федерации дзюдо, ближайшего друга и партнера Ротенберга. Одним словом, всякий, кто пьет Путинку, платит Анисимову, Ротенбергу, но главным образом их начальнику, Владимиру Путину. То, что противостоим мы всему блоку НАТО, и то, что блок НАТО и коллективный Запад, которому мы противостоим, ставят свою задачу и демонтировать нас в качестве какой бы то ни было геополитической реальности, и что для этого была, собственно, и создана вот эта вот страна 404. Боже, какая гадость, как люди ее бьют. Российское телевидение, от просмотра которого может запить даже трезвенник, появилось в нашем расследовании неспроста. Дело в том, что тайная компания Путина умудряется зарабатывать не только на опаивание людей, но и на их оболванивание. Вот здесь у нас национальная медиагруппа. Это огромная медиаимперия, вроде как записанная на друга Путина, уже упомянутого нами Юрия Ковальчука. Именно СМИ Ковальчука играют важнейшую роль в пропаганде и насаждении в умах россиян всякой бессмысленной ересь. Что, вот знаете, что вас губит? Это вообще, это все. Знаете, что нас губит? Первый канал России. Знаете, что нас губит? Хватит тарать, а то сейчас накормлю. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин сегодня прибыл в штаб специальной военной операции. Как отметил президент, пока у нас есть такие люди, нужно бороться и идти вперед. Слава Украине что-то строили. Единственное, что они делают под этим лозунгом, это уничтожают. Взяли ребенка, трех лет, мальчика, маленького, как Иисуса, на доску гавриня, прибыли. Все эти мифы пропагандируются иллюминатами. Цель – парализовать волю русского народа. А мы все еще точно можем? Мы не просто можем. Никогда ни одна страна в одиночестве не противостояла. В 15-м году они хотят посадить на трон в Иерусалиме принца Уильяма. Он по их планам должен стать антихристом. Во все времена, когда миру предрекали глобальную катастрофу и даже конец света, именно Россия становилась оплотом светлых сил, спасая человечество от нашествия сил зла. Однако один ли Ковальчук стоит за НМГ? А нет. Если присмотреться, крупный пакет акций этой фабрики лжи был в руках все той же компании Эрмира. То есть прям таки у Путина. Сколько именно процентов в капитале этого бизнеса принадлежит Путину сейчас, мы сказать не можем. НМГ, как и многие подсанкционные бизнесы, предпочел свою отчетность скрыть. Но то, что Путин как минимум мог получать деньги от рекламных доходов НМГ, очевидно. События развиваются стремительно, прервемся на короткую рекламу и вернемся, не переключайтесь. Но зарабатывал Путин не только на рекламе. Вот еще один путинский друг, которого мы раньше не представляли. Геннадий Тимченко. Путин с Тимченко и Ковальчуком провернули нехитрую сделку, чтобы обогатить нашего и так небедного президента. Еще на 60 с лишним миллионов долларов. Схема потрясающая своей простотой. Вот Эрмира, то есть Путин, покупает акции НМГ. То есть как бы у Ковальчука. А вот не прошло и трех месяцев, ровно такой пакет акций оказывается у Тимченко. Ну бывает такое. Купил человек вещь, она ему не подошла и он ее продает. Только есть нюанс. В случае с акциями НМГ, временный собственник, то есть Путин, заработал на перепродаже 65 миллионов долларов. Талант. Это самое простое, что мог бы сделать человек в моем положении. На примере водки и телевидения видно, как путинские друзья выводили в кошелек президента деньги, заработанные на простых россиянах. Но все ли это способы заработка, в кавычках, конечно, для путинского офшора? Конечно, нет. Эрмира, например, владеет крупным пакетом акций вроде бы государственного Газпрома и регулярно получает оттуда дивиденды. В Эрмиру же перебрасывают деньги другие офшоры, связанные со всеми путинскими друзьями. Мы не будем мучить вас перечислением всех этих схем. Главное, уверен, вы поняли, в компании Эрмира сложены миллионы долларов, предназначенных лично для Путина. И теперь мы переходим к самому интересному. Мы вам расскажем, на что Путин тратит эти деньги. За меня тоже заплачу, да? Да, заплачу, да, короче. Так ты же гость. В местах есть, вот, забейте, я вижу. 210. А? 210? Вот министру наздадите. Его на развитие, а? На авиации. Ну вот, все верно. Качновский проезд, тот самый дом. Неужели здесь и живет путинская жена? Не может этого быть. Но, тем не менее, может. Мы неспроста начинаем наш рассказ в этом спальном районе Москвы. Здесь, на Ленинградском проспекте, находится железное доказательство того, что Эрмира – это путинская фирма. Дело было вот как. Пришли Людмила Путин и ее бойфронт, Артур Очередный. Президент распорядился оплатить с Эрмира покупку очередным квартир. Мероприятие было странным. Они хотели квартиру на Ленинградке, в обычном многоквартирном доме. Не было похоже, что Путина и ее мужчина собираются там жить. Но эта жилплощадь была зачем-то нужна Очередному. Итак, это Артур Очередный. Это теперь мы знаем, что он спутник жизни бывшей жены Путина. А тогда, в 2010 году, его имя никто не знал. Тогда россияне вообще не знали, что Путин бросил Людмилу и давно живет не то на две, не то на три семьи. Так редко где-то появляетесь вместе, и слухи ходят, что вы не живете вместе. Как это или не так? Это так. Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту, 8 лет уже, 9 даже, 9 лет. Так что, в общем, это общее решение. Вот эта сценка, где Путин и Путина с унылыми лицами объявят публике о своем разводе, случится только спустя три года, в 2013 году. Но отступные жене Путин заплатил заранее. Вот тут, в этом доме, у Артура Очередного трехкомнатная квартира. Впрочем, самое забавное, это не дешевизна царского подарка. Если посмотреть документы на эту квартиру, выяснится диковинная вещь. Очередному квартира принадлежала всего лишь до 2013 года. А теперь, вы не поверите, это обычная трешка в спальном районе, записана на целый офшор. И что же это за офшор? Ага, это очередная дочка Эрмира. То есть, Путин сначала подарил квартиру новому мужу своей бывшей жены, а потом, получается, забрал назад. Просто Путин очень любит недвижимость. Может быть, даже больше, чем собственных жен. Из двух смежных на разъезд. Из двух смежных на разъезд. 22 метра 11 плюс 11. Квартира гостиничного типа. Кухня 2 метра. Мы еще вернемся к, так сказать, особенностям личности Путина. Благо, у нас для вас припасены и другие феноменальные истории. Но сейчас взглянем на большую картину. Конечно, царские траты должны быть куда больше, чем покупка какой-то квартиры на Ленинградке. И это так и есть. На юге нашей страны, в обожаемом Путиным Сочи, президентский офшор развернул куда более широкую деятельность. Это очередные путинские номиналы. А если быть точными, менеджеры путинских номиналов, которые занимались юридическим и финансовым сопровождением нужных президенту сделок. Нам сейчас важен вот этот человек. Иван Сердитов сейчас занимает важный пост в управделами президента. Возглавляет подразделение международного сотрудничества. А раньше он работал юристом, который обстряпывал сделки Эрмиры. И в этом качестве он нам очень интересен. Представляем вам самый секретный дворец в России. Дворец Путина под Геленджиком. Вот он, прямо перед вами. Это самый большой частный жилой дом в России. Его официально подтвержденная площадь по документам 17,5 тысяч квадратных метров. Его даже особо не с чем сравнивать. Самые роскошные дома на Рублевке в несколько раз меньше. Это новый Версаль или новый зимний дворец. По-настоящему царское место. Да, вы правы. Мы переносимся в расположенный под Геленджиком дворец Путина. Вообще, надо заметить, этот дворец, как бы его не любил Путин, какой-то совершенно невезучий. То там ремонт плохой сделают и нужно все перестраивать. То весь замысел рассекретит опальный бизнесмен Сергей Колесников. То команда Алексея Навального снимет просто исчерпывающий фильм про это царство роскоши. Путину во дворце и пожить-то толком не дают. Чтобы максимально закамуфлировать связь дворца с Путиным, было создано несмедное число фирм-прокладок. И, конечно, тут не могло обойтись без Эрмиры, путинского кошелька. Знакомьтесь, это фирмы-одногневки Индокапас и Саваян Инвестментс. В обеих Сердитов работал либо номинальным владельцем, либо управляющим. Конечно, если он чем и управлял, то это финансовыми потоками, которые шли от кошелька президента на строительство его роскошной дачи. Как насчитал проект, от этих двух фирм, связанных с Эрмирой, на строительство дворца пошло не менее 21 миллиарда рублей. Это почти 300 миллионов долларов или годовой бюджет среднего российского города. В нашем распоряжении есть еще никогда не публиковавшиеся документы. Это сметы, по которым Эрмира оплачивала работы во дворце. Чтобы был понятен размах, покажем вам некоторые траты. Согласно сметам, в марте 2012 года дочерним фирмам Эрмира был выставлен счет на 248 миллионов за сборку и расстановку по дворцу мебели и предметов интерьера. Еще раз, почти 250 миллионов просто за то, чтобы расставить по дому золотые вазы и прочую роскошь, которой любит себя окружать Путин. Еще 51 миллион за то, чтобы положить пол на втором этаже. Еще 21 за декоративную роспись. Или вот шторы, они стоили 43 миллиона рублей. С дворцом, кстати, связана уморительная история, которую мы обнаружили, расследуя деятельность компании Эрмира. Помните, когда Путину в последний раз пришлось выкручиваться и отрицать владение дворцом, он отправил в телеэфир Ротенберга с важной миссией? Как я понимаю, вы сейчас готовы мне сказать, что вы являетесь собственником? Сейчас уже это будет теперь не секрет. Я являюсь бенефицаром. Это было по-своему логично. Ротенбергу не впервые прикрывать Путина. Даже ту же Эрмиру для президента учредили сотрудники Ротенберга. Но случился досадный конфуз. В порыве отрицания власти запустили во дворец съемочные группы пропагандистских телеканалов. Вот один из этих сюжетов. В самом дворце одни голые бетонные стены и нет даже намека на то, что показано в этом фильме. Ни золотых орлов, ни мраморных колонн по всему зданию идут отделочные работы. Дорогу сюда перегорожено шлагбаумами. Но людей с автоматами и пулеметчиков на вышках мы не заметили. На въезде машины тщательно осматривают сотрудники частного охранного предприятия. Среди прочего, на этих кадрах репортер рассказывает, как объект охраняет неведомая частная компания. Никакой президентской охраны тут нет, надсажается репортер. Ох уж лучше бы он про это даже не вспоминал. Нам не составило большого труда найти охранную компанию, стерегущую вход в путинский дворец. Компания действительно частная, да только опять же связана с Эрмирой. Смотрите, вот ЧОП СБ Горизонт. А кто заказчик его услуг? А это ООО Платинум. Что еще за Платинум? А это дочка Эрмиры, учрежденная еще в начале нулевых, а позже переписанная на племянника Путина Михаила Шеломова. Другими словами, за охрану дворца в Геленджике, конечно же, отвечает не только ФСО, а еще и личный путинский ЧОП. Эта фирма Платинум нам интересна и другим. Тут же в Сочи есть уникальный санаторий Русь. Когда-то это была государственная здравница, потом ей владела компания ЮКОС. Потом Путин уничтожил ЮКОС и не применил забрать и санаторий Русь. Раньше считалось, что забрали санаторий в госсобственность, ведь основными корпусами владеет управление делами президента. Но президент не мог не оставить чуть-чуть для своего личного пользования. Дело в том, что та самая компания Платинум, дочка Эрмира, владеет самой большой отдельной виллой на территории санатория. Четыре этажа, включая подземный. Общая площадь 2100 квадратных метров, отдельный въезд и тотальная охрана объекта. Да, Сочи настолько любим президентом, что он не может удовлетвориться лишь одним жильем в этом приморском городе. Официальная резиденция, тайный дворец, секретная вилла и это еще не все. Но черный маклер, не иначе. Впрочем, в Сочи мы еще вернемся с важнейшей миссией во второй части нашего фильма. А пока вернемся к семье Путина, про которую, если вы помните, мы обещали рассказать вам еще кое-что интересное. Так вот, как хорошо известно, у Владимира и Людмилы Путиных есть две дочери. Старшую зовут Мария Воронцова. Фамилию эту ей дали для конспирации, даже не обращайте внимания. Вообще-то, в реальности фамилия Марии должна была быть Фаассен по мужу, голландскому подданному, с которым президентская дочь состояла в браке несколько лет. Так вот, с этим самым Йоритом Фаассеном, президентским стало быть зятем, приключилась однажды неприятная история. Бизнесмен Матвей Урин и сопровождающий его кортеж из семерых охранников ехали по Рублевскому шоссе в Москве на двух автомобилях – Мерседесе и Фольксвагене. По пути у них возник конфликт с водителем БМВ, который двигался без какой-либо охраны. По одним данным, БМВ подрезал одну из машин Урина. По другим данным, водитель просто не дал Мерседесу и Фольксвагену себя обогнать. Так или иначе, охранники Урина вынудили БМВ остановиться, после чего бейсбольными битами избили водителя и повредили машину. Решившего полихачить на своем БМВ Фаасана в 2010 году избили на Рублевке охранники полуподпольного банкира Матвея Урина. Таких дорожных инцидентов в России случается, возможно, по несколько штук в день, но случай с Фаасаном был особенный. Урина и его охрану в тот же день задерживал вечно будущий министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Урин в итоге надолго сел в тюрьму. Ему тут же припомнили Абнал, до которого раньше никому вообще не было дела. Но что важно? Если мы посмотрим на карту, инцидент с путинским зятем приключился вот здесь. Это Рублевка, самая привилегированная ее часть, район поселка Жуковка. Это правительственная трасса, по ней на работу и обратно ездят министр и президент. Откуда ехал по Рублевке молодой голландец? Вы не поверите, но ответ и на этот вопрос дают документы компании Эрмира, с которыми мы познакомились. Это офшор Беррочи Инвестментс. Опять же, очередная дочка фирмы Эрмира. Существовал этот офшор с единственной целью. Он должен был обеспечить недвижимостью дочь Путина, Марию, и ее мужа Йорита Фаасана. И мы нашли эту недвижимость. Смотрите, вот эти два замечательных дома. Дома стоят вплотную к путинской резиденции в Ново-Огарево. То есть Фаасан, как пелось в неприличной частушке, регулярно ходил мимо тещиного дома, а иногда и ездил мимо него на своем BMW. Но тут внимание. Если мы изучим документы, накупленные для Фаасана дома, то выяснится, что сейчас они опять же записаны не на голландца или его бывшую жену Марию Путину. Они снова оформлены на дочку компании Эрмира. То есть, как и в случае со своей бывшей женой, Путин, видимо, не решился полностью отдать недвижимость своей дочери. На всякий случай владение рублевскими домами он оставил за собой. Еще раз повторим. Настоящий черный маклер. Суммирую для вас. Мы нашли тайную компанию Владимира Путина, которая получает миллионы долларов, торгуя водкой и одурманивая россиян пропагандой. Заработанное Путин тратит на личные нужды, в основном скупая как ненормальные дома и квартиры. Все ли это, что мы узнали в ходе этого многомесячного расследования? Решительно не все. Если вы помните, в самом начале нашего фильма мы обещали отдельно рассказать об Олеге Руднове, который, пока не умер, тоже работал номиналом Путина. В основном он записывал на себя дома, дорогие для президента в прямом и переносном смысле. Вот отчий дом Путина в Тверском селе Поминово. Его выкупил и сохранил именно Руднов. А это историческая вилла под Выборгом, тоже выкупленная Рудновым для отдыха президента. Но свою самую важную миссию Руднов выполнил все в том же Сочи, дорогом и любимом городе российского президента. И наш коллектив уже готов отправиться на берега Черного моря, чтобы рассказать вам самую главную тайну президента Путина. На примере сегодняшнего видео вы понимаете, насколько трудна и опасна наша работа. Пользуясь возможностью, я призываю вас помочь нам продолжать делать эту работу. Для этого нужно сделать две вещи. Во-первых, подписаться на наш канал в Ютьюбе, а во-вторых, стать его спонсорами. Вся информация по ссылке под этим видео. Это бывший российский медиамагнат и банкир Александр Лебедев. Его имя вам запоминать не надо, но история, о которой он здесь рассказывает, принципиально важна для нашего дальнейшего повествования. Московский корреспондент, вы не попали в опалу после него? Ну, может быть и попал. А случилось вот что. В 2008 году созданная Лебедевым газетом «Московский корреспондент», как и положено таблоидом, написала желтую статью о скорой свадьбе президента Путина и заслуженной гимнастке Алины Кабаевой. Во всем мире принято не реагировать на желтые публикации, но здесь что-то пошло не так. В течение считанных дней газету закрыли. Статью, кстати, и сейчас сложно найти в интернете, а главного редактора и автора опросили сотрудники президентской охраны. С того момента в России начался настоящий Кабаева-гейт. Журналисты и обыватели находили все новые и новые, иногда вымышленные, иногда настоящие признаки связи Путина и Кабаевой. А власти все эти поиски жестко пресекали. Существует частная жизнь, вмешиваться в которую никому не позволено. Я всегда отрицательно относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь. Спустя 15 лет после того скандала мало кто всерьез сомневается, что Путин и Кабаева все-таки пара. Даже Минюз Соединенных Штатов Америки был в этом уверен, вводя против Кабаевой персональные санкции. Однако до настоящего времени никто не предъявлял однозначных доказательств этого романа. И вот первое большое доказательство такого рода обнаружилось все в том же массиве документов, который проекту предоставил источник, знакомый с работой путинского общака, кипрской компании Эрмира. Так началось большое путешествие проекта по России. Как рассказал источник, кошелек Путина работал по такой схеме. Важные для российского президента люди лично встречались с ближайшими вассалами Путина. Аркадием Ротенбергом, Юрием Ковальчуком и их подчиненными. И обозначали свои нужды. Например, говорили, какую недвижимость они хотят получить. Затем люди, вовлеченные в работу фирмы Эрмира, на деньги этой компании покупали и оформляли искомые активы. И вот в 2011 году по такой схеме в компанию Эрмира пришла личная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта международного класса, тогда 28-летняя Алина Кабаева. Гимнастка пришла лично и указала, какие квартиры ей нужны, а также на кого они должны быть оформлены. Сейчас речь не про какую-то несчастную трешку в спальном районе, которую, как мы рассказывали в предыдущей части, Путин купил своей бывшей жене Людмиле. На этот раз речь идет о по-настоящему царском подарке. Итак, из изученных нами документов следует, что летом и осенью 2011 года Кабаевой на деньги фирмы Эрмира были куплены 4 больших квартиры в самом престижном районе любимого президентом города Сочи. Все квартиры с видом на море находятся в домах на курортном проспекте. Но одна из них в жилом комплексе Королевский парк заслуживает особого рассказа. Потому что... Это не наша характеристика. Вот главные специалисты по недвижимости в стране, сервис ЦИАН, признал квартиру по адресу курортный проспект Дом 105Б самой большой в России. Вообще, найденная нами квартира, застройщик, кстати, интригующе назвал ее Мистер Икс, заслуживает отдельного рассказа. Такой роскоши не знают даже дворцы. По счастливому недоразумению мы можем узнать, как выглядит купленная для Кабаевой квартира изнутри. Дело в том, что в 2021 году квартиру на короткий промежуток времени выставляли на продажу, но, естественно, не продали. Позже мы объясним, почему так произошло. А пока наслаждайтесь найденными нами видами самой большой и, вероятно, самой дорогой квартиры в России. Начнем с метража. Это 2600 квадратных метров. Если сравнивать с чем-то близким, то это примерно 75 однокомнатных квартир в Крущевке. Почти 1500 квадратов находятся под открытым небом. Тут разместили всевозможные развлекательные зоны. 20-метровый бассейн с прекрасным видом на море, купель с гидромассажем, дворик для релаксации в японском стиле, беседку для барбекю в марокканском стиле, несколько зон отдыха, а также бар со стенами-водопадами и мини-танцпол. На втором уровне крыши есть место для посадки вертолета. В квартире 20 комнат с панорамными окнами. Спальня хозяйки выдержана в нейтральных тонах, но обязательно с возможностью посмотреть телевизор в кровати. Ванная комната уже переливается золотистым цветом. Обилие золота — это вообще отличие домов Путина и Кабаевой. В переходе между этажами его еще больше. Еще больше золота мы найдем в другом доме этой пары. Есть в квартире отдельная галерея для произведения искусства. Столовая Кабаевой — это царство мрамора и зеркал. Рабочий кабинет с библиотекой пространства из лакированного дерева и кожи. Сходить в кино можно не покидая пентхауса, ведь тут есть свой кинотеатр. Дизайн всего этого великолепия выполнил знаменитый придворный модельер Валентин Юдашкин. Согласно описанию застройщика, в пентхаусе также есть бильярдная, бар, зона спа с сауной и хамамом и другие зоны для развлечения хозяйки. Для обслуживающего персонала тут же есть две отдельных квартиры, также входящих в состав пентхауса. Если посмотреть в документы, выяснится, что три из четырех купленных квартир были оформлены на бабушку Алины Кабаевой Анну Зацепилину, а одна — именно королевский пентхаус с вертолетной площадкой и водопадами — на того самого Олега Рудного, о котором мы обещали вам напомнить в первой части нашего фильма. Как рассказывает источник проекта, именно так попросила оформить квартиры сама Кабаева. Для сделки с пентхаусом, кстати, его для Кабаевой купили значительно дешевле рыночной цены, нужная сумма была просто внесена наличными на счет Рудного и уже оттуда выплачена застройщику. Чтобы вы не сомневались в том, что Руднов всего лишь номинал президента Путина, мы повторим для вас лишь несколько фактов из его биографии. С Путиным Руднов познакомился в 1996 году во время избирательной кампании Собчака. Спустя 10 лет Руднов покупает и оформляет на себя дом в Тверской области, где когда-то жил Спиридон Путин — дед президента. В 2008 году он передает огромную квартиру в Петербурге Светлане Кривоногих — еще одной любовнице Путина. В 2007 году Руднов возглавляет совет директоров любимой газеты президента «Комсомольской правды». В 2013 году покупает в Ленинградской области виллу Сельгрена, где не публично отдыхал президент. В 2015 году Олег Руднов скончался. И все, чем он владел в интересах президента, переписывается на сына — Сергея Руднова. Руднов, как человек с высочайшей развитой интуицией, понял, что политика и интерес в России побеждают нравственность. Чтобы исключить версию, что в квартирах действительно живут 87-летняя бабушка Кабаевой и молодой питерский бизнесмен Руднов, мы снарядили сразу две секретные экспедиции. Сначала мы отправились в Сочи. Здесь наш секретный агент под видом помощника состоятельного московского бизнесмена решил приобрести квартиры в Королевском парке. С этой целью мы встретились с двумя риэлторами, торгующими квартирами в нужном нам доме. А что, тут правда Алина Кабаева живет? Оба, не сговариваясь, ответили, что квартира, по их сведениям, находится в собственности Кабаева. А кто в пентхаусе живет, неизвестно. Я слышал о том, что это у Кабаева давным-давно, то есть когда он еще построился, раньше я слышал о том, что пентхаус Кабаева. А, да, говорили. Кстати, местные жители сказали, что знаменитую гимнастку, по крайней мере в последние годы, тут не видели, как, впрочем, и никого похожего на рудного. По всей видимости, Кабаева предпочла жизни в многолюдном Сочи уединенное существование в специально построенном для нее лесном дворце, спрятанном от посторонних глаз. Об этом дворце мы еще обязательно расскажем, а пока констатируем. Квартиру в Сочи, видимо, неудачно выставляли на торги по причине того, что олимпийская чемпионка в какой-то момент решила спрятаться от посторонних глаз. Вторая экспедиция отправилась в противоположном от Сочи направлении. Это деревня Никологоры во Владимирской области на восток от Москвы. Тут нет шикарных пентхаусов, вида на море, да и нормальные дороги не всегда найдешь. Ох, ну вот опять меня ждут поиски в бесконечных ледяных пространствах. Что мы ищем среди зимы в глубине России? Дело в том, что здесь, в Никологорах, вот в этом бревенчатом пятистенке, долгие годы прописана Анна Зацепилина, бабушка олимпийской чемпионки Кабаевой. Как видите, дом не заброшен. Недавно в окна вставлены стеклопакеты, хотя во всем остальном обычный небогатый сельский дом. В нем явно кто-то живет. Каково же было наше удивление, когда жители Никологор рассказали, что в этом деревянном доме до последней зимы жила сама 87-летняя Анна Зацепилина. Но неужели прям в этом доме? Иными словами, пожилая женщина, на которую записана бесчетная недвижимость не только в Сочи, но также в Москве, Подмосковье и Петербурге, живет в бревенчатой избе во Владимирской глубинке. Так рухнула наша версия о самой богатой бабушке в России. Еще раз зафиксируем. Компания, которая, как было доказано, является тайным кошельком лично президента Путина, купила для гимнастки три больших и одну просто гигантскую квартиру в Сочи. Часть из них оформили на несчастную старушку, которая до последней зимы большую часть времени жила в глухой деревне. Одну квартиру записали на известного путинского номинала, на которого также оформляли родовой дом Путина, путинскую же дачу, да еще и любимую газету президента. Что может еще лучше доказывать особые отношения между Путиным и Кабаевой? И все-таки есть еще кое-что, что может доказать особые отношения Путина и Кабаевой даже лучше. Это количество царских подарков, сделанных прославленной гимнастки президентом и его друзьями. Готовя это расследование, проект на протяжении многих месяцев собирал информацию обо всей недвижимости, полученной Кабаевой и ее окружением, от лиц и организаций, связанных с президентом Путиным. В наш список вошли и роскошные дома, которыми пользуется или пользовалась Кабаева, вроде этой прекрасной виллы на Лазурном берегу Франции, которая когда-то принадлежала заирскому диктатору Мабуту СССКО. Считали мы также и все многочисленные квартиры, дорогие и обычные, которыми были в изобилии снабжены родственники Кабаевой. Разве что парковочные места в подсчет не вошли. В подавляющем большинстве эта недвижимость перешла Кабаевой от всевозможных вассалов президента, его друзей и номиналов, обязанных Путину своим состоянием и положением. Масштаб полученного Кабаевой и ее семьей исчисляется астрономической суммой. Всю найденную недвижимость, а нашли мы и доказали скорее всего не все, можно оценить более чем в 100 миллионов долларов. Занимаясь этим расследованием, мы неминуемо многое узнали о детях Кабаевой, предполагаемых наследниках Владимира Путина. Пожалуй, главное о них, что нужно сказать прямо сейчас, дети Кабаевой несовершеннолетние. Это обстоятельство ставит перед нами этическую дилемму, можем ли мы что-то рассказать о них. Редакция приняла решение не сообщать личную информацию о детях Кабаевой, даже их число и пол. Но одну историю, показывающую, что дети Кабаевой стали едва ли не государственным секретом Российской Федерации, мы все-таки расскажем. Это клиника Святой Анны, сверхдорогая частная больница на юге Швейцарии в кантоне Тичино. В клинике оказывают множество медицинских услуг, в том числе помогают в родах любой сложности. Прайс-лист на свои услуги швейцарцы не раскрывают, но можно предположить, что цены, аккуратно выражаясь, высокие. Еще щепетильней, чем цены, швейцарцы охраняют имена людей, которые обращаются в клинику. Безопасность тут не хуже, чем в местных банках. Известно, однако, что клиенты клиники сплошь богатые и знаменитые. Например, тут рожала дочь итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони. Здесь лечились многие состоятельные россияне, а, например, большой друг Владимира Путина, бывший глава кооператива «Озеро Владимир Смирнов», каким-то чудом осевший в Европе, занимается здесь бизнесом. Компания его семьи, согласно рекламе, организует медицинский туризм в клинику Святой Анны. Почему мы здесь? Потому что именно тут, в Лугана, в 2015 году появился на свет первый ребенок Кабаевой и, предположительно, Владимира Путина. Ну, где же еще рожать президенту страны, только начавшему вооруженную авантюру в центре Европы? Конечно, на Западе. Кое-что о родах Кабаевой в Лугана уже попадало в швейцарскую прессу, но далеко не все. Знакомьтесь, это Наталья Михайловна Тиебо в девичестве Кондратьева. Это врач-гинеколог советского происхождения, давно уехавшая в Европу. Она не только долгие годы работает в клинике Святой Анны, она стала личным акушером Алины Кабаевой. На этой фотографии Тиебо вместе со своими коллегами из Швейцарии беззаботно позирует в Москве. Эта фотография сделана на Параде Победы 9 мая 2019 года. Важная деталь – швейцарские медики сфотографировались на вип-трибуне на Красной площади, прямо рядом с Мавзолеем. На эту трибуну попадают ветераны или особо важные гости, которых приглашает Кремль. Как врачи попали туда? Все дело в том, что они прилетели в Москву с особо важным государственным заданием. Они помогали во вторых родах Алины Кабаевой. А в свободное от своих непосредственных обязанностей время пошли посмотреть на танки и ракеты. Наиболее вероятно, вторые роды прошли здесь, в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. Но личные врачи остались теми же. Вероятно, поехать в Швейцарию тайная избранница Путина уже не могла. Противостояние с Западом к 2019 году достигло серьезного накала. Там есть знаменитый собор. Солберецкий собор. Такой, знаете, открытый антироссийский настрой. Вы понимаете, вот эта истерия на самом деле явление перманентное. Вы верите тому, что пишут в западных СМИ? Ухудшение отношений со всем миром и подозрительность стареющего диктатора вообще сыграли дурную шутку с семьей Путина и Кабаевой. В последние годы эти двое вместе с детьми все больше и больше времени проводят в едва ли неполной изоляции в глухих новгородских лесах. Помните, мы рассказывали, что сочинская суперквартира Кабаевой в основном пустует. А все потому, что с рождением детей первая леди России предпочитает прятаться от посторонних глаз на озере Валдай за высоким забором и под тотальной охраной. Это еще один детективный сюжет в нашем расследовании. Чтобы выйти на след валдайского убежища Кабаевой и ее детей, нам пришлось изучить десятки, если не сотни светских фотографий и видеозаписи некоронованной царицы России. Но главное, это не мероприятие, которое посещала Кабаева, а компания, в которой она это делала. Если присмотреться к этим фотографиям, выяснится, что едва ли не в каждой поездке путинскую избранницу сопровождают одни и те же женщины. Мы назвали их дуэньями нашей героини. Кто они? Знакомьтесь, вот это двоюродные сестры Алины Кабаевой по линии матери и ее ближайшие помощницы Олеся Федина и Екатерина Головачева. Помните, очевидцы рассказывали нам, что бабушку Алины, Анну Зацепилину, увезла на зиму в город одна из внучек. Это была как раз та самая Олеся Федина. Зацепилина для нее такая же любимая бабушка, как и для Кабаевой. Вот еще две родные сестры, Анна и Юлия Назаровы. Кабаевой они не родня, но в каком-то смысле даже ближе. Они постоянно сопровождают нашу героиню. То же самое относится и к Елене Ерхан. Она тоже не отходит от Кабаевой ни на шаг. Неудивительно, что все пять дуэний трудоустроены в компаниях, имеющих отношение к Путину, Кабаевой и их друзьям. Но самое интересное мы обнаружили в утекшей базе железнодорожных билетов. Выяснилось, что все пять ближайших помощниц Кабаевой постоянно ездят с апсанами на богом забытые станции Угловка и Акуловка. Обе в Новгородской области на Валдайской возвышенности. Чем же маленькие новгородские станции так привлекают наших дуэний? В принципе, это несложно понять. Здесь долгие годы расположен самый уединенный дворец президента России. Вот он между Валдайскими деревнями Ящерово и Долгие Бороды. Угловка и Акуловка – это ближайшие к путинскому дому общедоступные железнодорожные станции. Слово «общедоступные» мы употребили неспроста. Обязательно запомните, чуть позже мы вам расскажем еще и о секретной железной дороге, построенной специально для Путина и его тайной семьи. Вообще, про Валдайское урочище Путина можно снять целый фильм. Лично я интересуюсь этой темой уже давно. Когда-то мы даже написали огромное расследование о том, как путинская челядь оккупировала берега Валдая, стараясь селиться поближе к царю. Вообще, первым вождем, кто обзавелся дачей на Валдае, был Сталин. По преданию, увидев затерянную в лесу валдайскую дачу в первый раз, помешанный на заговорах Сталин воскликнул «Мышеловка!» и больше на Валдай не возвращался. Впрочем, дело, скорее всего, было в том, что Сталин уж очень любил отдыхать на Кавказе, где теплее и солнечнее. Путин, конечно, тоже любит Сочи, но не меньше он любит и русский север. Однажды высокопоставленный чиновник, который, судя по загару, только вернулся с юга, грустно жаловался корреспондентам проекта. Путин почему-то любит этот русский север. Так вот, русский север для Путина – это именно Валдай. Президент России проводит здесь очень много времени, рассказывают собеседники проекта. А где проводит время Путин, там проводит время и Кабаева. Но давайте мы расскажем вам эту историю как семейную мелодраму. Здравствуйте, Алина. Скажите, а если бы вы очень влюбились, вы могли бы увезти мужа в семье? Нет, наверное. Есть уже проблемы в семье, и мужчина смотрит на другую женщину и общается с другой женщиной, а не с женой. Значит, уже проблема состоялась. Поэтому уже ничего хорошего в семье не может быть. Работая над этим расследованием, мы нашли одного из руководителей строительства – путинской резиденции на Валдае. Он рассказывает, стройка огромного дома в лесу началась почти сразу, как Путин пришел к власти. Конечно, других дел тогда не было. К 2003 году сербские подрядчики уже возвели вот это здание. Принимать работы приехали Путин и его главный советник по части женщины коррупционных схем Юрий Ковальчук. Вот как вспоминает ту встречу собеседник проекта. Декор выглядел очень современно. Это было что-то вроде хай-тека. И президенту не понравилось. А как бы вы хотели, спросили его. Как в Петербурге? Задумавшись, ответил президент. После отъезда все стали думать, что это значит. И решили, что как в Петербурге – это как в Эрмитаже. Сейчас у нас с вами есть уникальная возможность увидеть путинский стиль. Источник проекта передал нам фотографии резиденции, сделанные в 2005 году. Тогда были закончены основные работы. Снаружи путинский дом еще в 2021 году показали наши коллеги из команды Алексея Навального. Тогда они назвали этот дом достаточно скромным по путинским меркам. Но они, как и вы, еще не видели этот Эрмитаж изнутри. Заглянем сначала на самый нижний уровень. Здесь бассейн, джакузи, хамам. Это при том, что на территории есть и отдельный спа-комплекс колоссальных размеров. Обратите внимание на… У меня язык не повернется назвать это массажным столом. В общем, в эту роскошную дырку глава государства кладет, предположительно, голову. Но все-таки недостаточно шикарно для Путина, скажете вы. Ну что же, идем в следующее помещение, которое строители называли «погребок». Вот на этих стульях Путин с гостями отдыхают после хамама. И здесь все, натурально все покрыто золотом. Но главное – вот эта люстра в виде чаши. Сусальное золото специально плохо прикрепили, и оно буквально свисает над головами, чтобы под бокальчик вина можно было сорвать драгоценный лепесток. Но это еще только начало. По этой причудливой лестнице поднимаемся наверх и поражаемся. Наверху – потолок с цветными витражными стеклами. Такой называют фонарем. От него на высоту трех этажей спускается люстра с какими-то красными камушками. Не сомневайтесь, перед вами ни одной стекляшки. Как говорит строитель, это все крупные рубины и, конечно, опять сусальное золото. Золота будет еще очень много. Проходим в самую большую комнату первого этажа. Это место с колоннами называется музыкальной гостиной. Естественно, с белым роялем. Теперь пройдем в комнату по левую сторону от гостиной. Все, что вы видите – красное дерево с позолотой. Кажется, стул тут чем-то напоминает трон. Конечно, это кабинет главы государства. Без колонн в таком месте нельзя. Выходим из кабинета и оказываемся по другую сторону от музыкальной гостиной. Здесь так называемая белая столовая. Явно рассчитана на прием гостей и снова золото. На этом же этаже оранжерея, в которой без стыда и совести позируют строители. Теперь поднимаемся по лестнице на самый важный – второй этаж. Здесь две гостиных. Одна из них прямо так и называется – золотая. Вход украшен музыкальными инструментами. Вот такая симпатичная не то скрипка, не то альт. А дальше опять золото и золото. Подсвечники, люстра и, обратите внимание, даже карнизная падуга в виде французской сеточки тоже золотые. Рядом помещение поскромнее, в котором Путин изредка отдыхает от золота. Несложно догадаться, что эта гостиная называется Серебряный. Теперь отправимся в Святая Святых. Бывали ли вы когда-нибудь в президентской спальне? А вот этот строитель бывал. Здесь же можем оценить цветовые предпочтения семьи Путина. Но тут, внимание, мы постепенно возвращаемся к Кабаевой. Как вы, наверное, помните, в 2005 году Путин был еще, если и не счастлив, то уж точно формально женат на Людмиле Путиной, с которой у него двое дочерей. И вот в своем золотом дворце на Валдае президент соорудил для супруги и наследниц отдельные комнаты. Вот красная спальня Людмилы, а этажом выше спальня для дочерей. На схеме хорошо видно, как они расположены. Зеленая и это, наверное, бирюзовый. Обратите внимание, у девушек такой сводчатый потолок с птичками. Как вы думаете, могла ли новая избранница Путина, юная гимнастка Алина Кабаева, со своими детьми въехать и жить в дом, так по-семейному обставленный для предыдущей супруги президента? Вот и нам кажется, что самолюбие олимпийской чемпионки запротестовало. Видимо, это и могло стать причиной того, что Кабаевой на Валдае построили отдельный дворец. Именно туда постоянно ездят дуэньи президентской женщины. Сюда же Кабаевой и ее детям привозят и другой обслуживающий персонал, от врачей до стилистов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. По всей видимости, семья Кабаевой так много времени проводит на Валдае, что ее сестре и помощнице даже купили там недвижимость, чтобы было где жить. Рядом с ним построен дом Кабаевой, шикарный дворец. Из дерева, деревянный. В самой резиденции? Рядом. А, то есть не в резиденции? Нет. Рядом. Рядом. Ну там общая калитка. Вот. Это я знаю. Наиболее вероятно, вот он дом Кабаевой. Это вид со спутника. Этот дом начали строить в 2020 году и уже спустя два года он был завершен. Общая площадь 1200 квадратных метров. Сделан из бревен. Как и с квартирой в Сочи, дом записан не на Кабаеву или не дай бог на Путина, а на фирму-прокладку. Называется она ООО «Прайм». Ее контролирует все тот же главный по женщинам и коррупции Юрий Ковальчук. На эту кампанию здесь на Валдае записали очень многое, чем на самом деле пользуется Путин с Кабаевой. Пока дом для Кабаевой строился, на противоположной стороне небольшого пролива, который можно переплыть на лодочке, возвели классический дворцовый парк, как в лучших домах Европы. Раньше тут был доступный туристам Дендропарк, но компания Ковальчуков удачно получила эти земли в долгосрочную, считай, пожизненную аренду. Помните, мы ранее рассказывали о сталинской даче на Валдае. Легенда гласит, что советский вождь испугался здесь жить из-за боязни покушения. Нынешний российский вождь, как мы обнаружили, ничуть не уступает своему духовному наставнику в мании преследования, только решает эту проблему по-другому. Вы не поверите, у них тут не только своя железная дорога, у них тут комплекс ПВО прямо в деревне стоит, Кабаеву прикрывает. За последнее время мы уже многое узнали о маниакальной подозрительности и боязни Путина за собственную жизнь. То он заставляет посетителей сдавать кал перед личным приемом, то он преодолевает 100 метров по Красной площади на бронированном автомобиле. Весь конец 22 года Путин вообще отменял свои публичные мероприятия одно за другим и, по самой правдоподобной версии, именно из-за боязни диверсии и покушений. Но то, что мы увидели на Валдае, даже нас заставило изумиться. Блять, вы не поверите, у него тут своя железная дорога. Если помните, мы обещали рассказать о железнодорожном ноу-хау российского президента. Пожалуйста, любуйтесь! Это личный, секретный вокзал Путина, построенный для него рядом с его и Кабаевой резиденцией на Валдае. Местные жители и сотрудники резиденции давно знают, что для безопасного прибытия на свою северную дачу Путин пользуется бронированным поездом. Потом пересаживается на вертолет, чтобы преодолеть последние километры до лесного терема. Наш секретный агент обнаружил путинскую железную дорогу. Вот она! Отходит от основных путей в городе Валдай и тянется до деревни Долгие Бороды. Здравствуйте! А мне сказали, здесь железнодорожная остановка? То есть здесь не общедоступная? Нет. Но если Путин прибывает на секретный вокзал на Валдае, то откуда-то его бронепоезд должен и отправляться. Подумав так, мы начали изучать железнодорожную сеть вблизи столицы и известных путинских резиденций. И, не может быть, обнаружили целую паутину секретных вокзалов и веток, существующих, видимо, исключительно, чтобы перемещать стареющего диктатора в пространстве. Начнем, собственно, с Валдая. В 2018 году местные жители заметили, что в национальном парке начали рубить лес. Людей это возмутило, но власти успокоили. Не переживайте, это противопожарный разрыв. То есть глубокая порозда в земле и просека, мешающая распространению огня в случае пожара. Однако спустя короткое время на просеке была проложена новая железнодорожная ветка. А поодаль возведена станция, на которой висит эмблема МЧС, оборудованы пути подъезда и вертолетная площадка. От спецстанции до резиденции Путина всего два километра по прямой. А вот и сам путинский поезд во время движения по перегону до бывалого Валдай. Девять вагонов и две антенны спецсвязи на крыше. Поезд уже несколько раз попадал в объективы любителей фотографировать поезда. Как минимум у одного из фотографов потом были проблемы с Федеральной службой охраны. Едем дальше. Посмотрим спутниковые снимки подмосковной резиденции Путина Новоогорёва. Тут в 2014 году также начали возводить личную железнодорожную станцию для президента. В сентябре 2015 года уже протянули рельсы, построили проезд из-за резиденции. Сама станция снаружи выглядит так. Высокий забор и очень много камер. А что же южная резиденция в Сочи? Она тоже не осталась без внимания. Тут отдельную станцию не построишь из-за сложного рельефа и плотной застройки. Но мы обнаружили со спутника, что у резиденции Бачаров ручей в районе 2017 года появилась новая тупиковая железнодорожная ветка, которая от проходящих электричек скрыта забором. И здесь же возведена железнодорожная платформа, чтобы важный пассажир мог безопасно выйти из вагона. Но это не все. Ведь поезд требует обслуживания и у него должен быть свой гараж. И здесь пригодился спецвокзал на станции Москва-Каланчевская, который строился еще для спецпоезда генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева. По спутнику также видно, что тут обновили подъездные пути. Кстати, один из любителей, что фотографирует поезда, так описал наш путинский спецсостав на профессиональном форуме в интернете. Есть на железных дорогах нашей страны поезд-призрак. Его нет ни в расписаниях, ни в системах РЖД. Его окна занавешаны, на локомотивах нет номеров и опознавательных знаков. Несется он как бешеный, и перед ним расступаются все остальные графиковые поезда. На бортах его вагонов вкрасуются эмблемы – Гранд Сервис Экспресс. На табличках всегда один и тот же маршрут. Евпатория – Санкт-Петербург. Гранд Сервис Экспресс. И здесь все сходится. Мы знаем эту компанию. В 2014 году, когда Крым отобрали у Украины, надо было наладить работу на полуострове железной дороги. РЖД не могла это делать, так как ее поезда ездят в Европу, а тут стопроцентные санкции. И тогда именно Гранд Сервис Экспресс занялась в Крыму железными дорогами. Конечно, попала под санкции, но это ей было не страшно, так как за компанией стоял все тот же Юрий Ковальчук и Банк Россия. Смотрите, вот тут пошла ветка для обычных людей, а вот специальная железная дорога для Путина. Мы понимаем, что сравнения Путина со Сталиным уже выглядят как банальность, но тут просто невозможно удержаться. Как известно, Сталин летал на самолете лишь один раз – из Баку до Тегерана, где просто нельзя было доехать ни на поезде, ни на машине. Да и тот перелет был обставлен такими мерами предосторожности, что кратко все и не перескажешь. Прочтите, пожалуйста, по этому поводу историческую литературу. Потом был еще один диктатор, хоть и не в России, с не меньшими фобиями. И вот спустя многие десятилетия опять появился правитель, едва ли не столь же помешанный на собственной безопасности, как Сталин и Ким Чен Ир. Вы не поверите, у них тут не только своя железная дорога, у них тут комплекс ПВО прямо в деревне стоит, Кабаеву прикрывает. Это действительно так. В поселке Ящерово, что примыкает к Кабаевской и Путинской резиденциям на Валдае для пущей безопасности правящей Читы, теперь стоит еще и комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-1С». Вот он спрятался за забором обычного частного дома. Как рассказывают местные жители, здесь несут постоянную службу военнослужащие, а антенна радиолокатора постоянно вращается. То есть бронепоезда для чувства защищенности национальному лидеру не хватило. Да, да, все, что ты передаешь, мы записываем, это предельно важно. Но еще важнее вот что. Уматывай немедленно оттуда. Немедленно, дальше опасно. Все, задание выполнено. Все, ждем тебя пока. Пожалуй, расскажу вам еще одну деталь. Когда мы работали над этим расследованием, мы несколько раз спрашивали себя, а может, тайная семейная жизнь Путина и не является той темой, о которой мы должны рассказывать? Коррупция коррупцией, Акабаева – это личное дело Путина, имеет же он право на семейное счастье? Ответ напрашивается такой. Вообще-то это ненормально, когда руководитель огромной страны маниакально прячется от своих граждан за высокими заборами и ракетными установками, а заодно запирает в глухом лесу свою жену и детей. Это просто ненормально. У нас, кстати, есть для вас реальный анекдот на эту тему. Пока мы готовили этот фильм, мы говорили не меньше, чем с десятком бывших и действующих чиновников, лично знающих Путина. Все они ни секунды не сомневались, что Путин и прославленная гимнастка – семья, но признавались, что даже для них отношения этой пары были тотальным и опасным секретом. Один из чиновников вспоминает смешной эпизод. В 2011 году, когда Путин решил вернуться на пост президента, Кабаева вдруг выпустила музыкальный клип на песню «Мы же можем обогнать секунды». Мало того, что это было одно из редких публичных появлений гимнастки, так в клипе она еще и предстает в роли едва ли не первой леди в России. В строгом костюме выступает перед прессой на фоне российского триколора. Клип вызвал переполох среди сотрудников Кремля. Они решили, что Путин вот-вот объявит о свадьбе с Кабаевой. Но этого в итоге не произошло. Вместо этого некоронованную царицу России спрятали хоть и в дорогой, но клетке в российской глуши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На примере сегодняшнего видео вы понимаете, насколько трудна и опасна наша работа. Пользуясь возможностью, я призываю вас помочь нам продолжать делать эту работу. Для этого нужно сделать две вещи. Во-первых, подписаться на наш канал в YouTube, а во-вторых, стать его спонсорами. Вся информация по ссылке под этим видео. Проект «Все маски сняты»